Эти две клумбы были созданы в 2017 году и они самые малоуходные в моем саду. Я здесь практически ничего не буду делать. Эти спиреи были обрезаны после цветения еще летом. Поэтому на данный момент меня устраивает эта вышина, немного подрастет и будет более пышный. Ранней весной он желтого цвета. Это зелененький и низкорослый. Но так как у него есть пространство вокруг, я его тоже не буду подрезать меньше, чтобы был бы большой шарик. Что мы будем подрезать, это вот эту спирею. Эта спирея вырастает до метра, поэтому можно ее укоротить на 20-30 сантиметров. Ничего сложного в обрезке нету, просто берете так охапку и обрезаете. Потом подровняете, если что-то не обрезали. Если не хотите, вы можете вообще не обрезать. Так и оставить. Но, конечно, вот эти вот концы отсветшие будут не очень симпатичные. Поэтому хотя бы обрежьте верхушки. После первого года посадки эту спирею у меня подровняли косули. Мне не надо было даже ничего обрезать. В этом году они ее не захотели. Зачем я обрезаю спирею? Чтобы она была более пышная и зелененькая. Ничего страшного, если часть веточек обрезанных будет падать. Это та же мульча. Если единичные веточки будут все же выпирать, и вы их не заметите, вы можете в любой момент их потом подровнять, когда спирея пойдет в рост. Так как на участке есть деревья ивы, осенью листья разлетаются по всему участку. Но на этой клумбе листьев мало. Листья я собираю вручную. Если есть возможность, немножко почищаю середину куста. Но не обязательно. Что же делать теперь вот с этими листьями и с обрезанными веточками? Используйте их для создания новых клумб. Я же отнесу эти листья и веточки на создаваемую в этом году клумбу. Еще я собираюсь немножко подровнять этот барбарис. Просто, чтобы он пошел больше вширь. Режу я его впервые. Хотя посажен он в 2019 году. Вот и все. Здесь у меня в можжевельник Холгер. Посажен в 2019 году. Я его не обрезала. Но решила в этом году все-таки сделать такую маленькую корректирующую обрезку. Почему? Я покажу на другом, точно таком же, но который был посажен в 2015 и уже вырос большой. Вот этот большой Холгер, который мы с вами обрезали на прежней клумбе, на клумбе двойняшек. Я ее ни разу раньше не обрезала. Мне кажется, она слишком большая для этой клумбы. Мне лично так не нравится. Я ее немножечко попробую в этом году тоже пообрезать. Место, конечно, есть, но почему-то она для меня смотрится громоздкая. Немножко хотелось бы поменьше. Этот можжевельник вырастает таким как бы фонтанчиком и занимает довольно много места. Я люблю, когда мульчу видно, и поэтому я его хотела бы оставить примерно вот в таком радиусе. Пускай он у меня не будет с такими длинненькими, будет более круглый. Я немножко просто отрежу самые длинные концы. Вы можете его и не обрезать, если у вас есть место и вам нравится, что он вырастет большой. Раньше я ничего не резала вообще в хвойниках, а сейчас решила немножко ограничить их рост. Вот примерно так. С этим шариком я не буду делать вообще ничего. Не подрезать его. Он должен где-то примерно около метра вырасти. Но я его, наверное, чуть-чуть потом попозже свяжу по центру, чтобы он выровнял свою форму. Иначе из-за снега он немножко развалился. Я возьму просто обычные пластиковые стяжки, стяну здесь, а потом летом отпущу. Этот барбарис я не буду резать. Он, к сожалению, плохо рос первые два года, но в прошлом году стал очень красивым. И он растет таким колоновидным, поэтому обрезать его я не хочу. Растет как растет. Тут даже есть какое-то название. Называется этот барбарис Йеллоу Тауэ. Покупала я его вообще как красный, потому что он был во время продажи, он был такой красно-оранжевый, а потом выяснилось, что он желтый. Красный становится только к осени. Хотя покупала его в июле. Хотела в этом месте сделать именно красный акцент, но случайно купила совсем не тот барбарис, и оказался он желтым. Здесь еще одна спирея, которая весной, в начале лета совершенно желтенькая. Точно такая же растет и рядышком у меня там. Я думаю, что сейчас ее величина меня устраивает, и я ее подрезать не буду, потому что соцветия я срезала еще летом. Хорошо было бы этот можжевелик немного подкорректировать, потому что он будет нализать на мою спирею. С 2017 года, когда был посажен этот можжевельник, я его не обрезала, но теперь он уже перелазит через мою дорожку, и я собираюсь его подкорректировать. Что я хочу сказать. После создания клумб года 3-4 вам вообще ничего не надо будет делать. Может быть, подрезать немножко спиреи, если вы их посадите, а с хвойниками вообще ничего не надо делать. Если они начинают у вас слишком разрастаться, у меня здесь было три растения. Одно из них я потом пересадила, и, кстати, оно не прижилось почему-то, и два разрослись мне вот в такую подушку. Я бы не сказала, что сейчас мне это нравится. Мне нравилось, когда это года 2-3 назад было. Это было красиво. Теперь они слишком разрослись. Вероятно, надо было уже тогда сдерживать их рост, чтобы они хоть немного под ними проглядывалось мульча. Но попробуем что-то сейчас сделать. если вы хотите убрать часть отсюда, чтобы ваш заборчик было видно или край клумбы, то сначала убирайте самые нижние. Самые большие, самые нижние. Можно оставить несколько и их чуть-чуть укоротить, чтобы не было такого идеально ровного края. Лично я не люблю, когда все очень ровненько, все подстрижено. Все должно быть более естественно. То есть где-то больше, где-то меньше. Вот примерно так и надо выстригать. Это называется не сделанная работа прежних двух лет. А еще это называется ленивый садовод, которому лень было обрезать до последнего. А теперь я все-таки решила обрезать и дать возможность как бы заново отрасти этому можжевельнику. Сюда мы подсыпем еще мульчи обновить. Не надо особо думать. Ой, я не ту веточку обрезала. Ничего страшного. Этот можжевельник Blue Chip отрастает очень быстро. Обрезки ему не грозят. Ничего с ним не случится. Вот. Теперь тут такие длинненькие. Я, наверное, часть уберу, потому что я не хочу, чтобы они вылезали за бордюр. Во всяком случае, может быть, какие-то единичные. Пускай вылезают. Здесь, казалось бы, все нормально. Но он начинает заползать уже на мои камни. И я, наверное, где-то здесь по центру что-нибудь уберу. Здесь у меня розочка. И я не хочу, чтобы можжевельник зарастал на нее. Чтобы розочка была все-таки сама по себе и отдельно. Ее было видно хорошо. Как вы видите, даже на мульче появляются у можжевельника корешки. В принципе, можно было бы их посадить в другое место, если вы хотите размножить. И я, наверное, даже попробую куда-нибудь для эксперимента. Ну, вот так вот я подкромсала свой можжевельник, потому что каким-то сплошным таким блином он мне не понравился. Я решила сделать такие рваные края, как будто бы он только начинает разрастаться. То есть, понимаете, если у вас он рос уже много лет, все заросло, вырезали более-менее нижние большие ветки, оставили пространство, и у вас как будто бы два опять совсем молоденьких растения. Так, теперь я еще уберу эти листья, которые сюда налетели с осени с моих ив. и будет вполне нормально. Не бойтесь, можно даже наступить. На этой клумбе есть и вот такая шаровидная ель. Медленно она, конечно, растет, но никакого ухода, помимо того, чтобы убрать опавшие листья, она не требует. Поэтому ничего здесь не обрезаем. К счастью, она не выгорает, солнце на нее никак не действует. К засухе устойчиво, очевидно, я так думаю, потому что я ничего из этого здесь никогда не поливала. Все находится под геотекстилем и под мульчей. Сколько же этой елочке лет? Я думаю, где-то в шестнадцатом году, наверное, была куплена. Вот такой вот шарик маленький. Сантиметров так десять она в год примерно прирастает, может, меньше. Купила прям три. Когда покупала свои хвойники, вот те, которые здесь, просто потому, что они были с очень хорошей скидкой. Денег было мало и хотелось купить много, что-нибудь такое, что не боится холода. Три таких елочки. И когда я создавала вот эти две клумбы двойняшки, то получилось так, что сюда одну и вон туда еще одну. И одна у меня там перед окном еще. Почему дорожка посередине? Потому что если мы ходим вокруг клумбы, ну, мне это как-то неинтересно. Мне хочется пройти сквозь красоту. Понимаете, вы создаете примерно так. Вы можете придумать большую клумбу, расставить что-то, а потом придумать, вот где бы вы посередине этой клумбы хотели бы пройти, чтобы прямо оказаться в чаще событий. То есть увидеть это все внутри. Для самых ленивых вечно зеленые, которые очень медленно растут, которые никогда не надо подрезать, то есть вообще никакого ухода. Если берете стелища, то скорее всего они вырастут больше, чем вы бы хотели, и тогда их нужно будет обрезать. Но не каждый год. Можно их обрезать довольно сильно. Я ни разу не подрезала свой можжевельник, а в этом году взяла и побольше подрезала. Но так как он уже не молодой, он довольно быстро растет. Возможно в следующем году я что-то буду подравнивать, возможно нет. Если бы я еще больше обрезала, то в следующем году не надо было бы резать вообще ничего. Еще надо собрать листья, которые прилетели сюда еще с прошлой осени. А если честно сказать, то скорее всего они были у меня еще с позапрошлого года, в который мне лень было убрать. Очень сильно, очень досконально я это не убираю. То, что захватывается, захватывается. Что-то мелкое оно потом само перегнивает и улетучивается. Конечно, если наверное так лет 20-30 может быть там и образуется какая-то часть земли в щебенке. Но пока пока это будет уже седьмое лето и ничего здесь не растет. Тем более эти листья часто налетают уже после того, как приходят заморозки и даже выпадает первый снег. Поэтому как ни старайся все равно все осенью не собрать. Лучше всего листья собирать когда они не просто свежие, но мокрые. Вот после дождя. Они очень хорошо тогда убираются. Или же весной, когда они слежавшись толстым слоем, но тоже мокрые, убираются прям как одним слоем. мокрые слоем. Если мульча оголяется, то можно просто немножечко тут подкорректировать или подсыпать ее еще. То есть ничего страшного. Геотекстиль, а не мульча. Ну вот эту часть клумбы я привела в порядок. Убрала листья, обрезала, подрезала, сделала форму можжевельнику. Эти спиреи я решила не обрезать. Меня устраивает их вышина. Елочку обрезать не надо никогда. Этот можжевельник я тоже немножечко покромсала, чтобы он не разрастался слишком большим. Эта шаровидная туя восстановится. Ее не обрезаю. Сморак тоже не обрезаю. И эту спирею я немножечко укоротила. Остался вопрос. Куда девать обрезанные веточки от этого можжевельника? Их довольно немало, посмотрите. Вот сюда я их и положу. Здесь будут рододендроны. Им как раз подходит более кислая почва. Сверху принесу торфа и буду сажать. Вот и получается. Если вы хотите создать клумбу с кислой почвой для рододендронов, тогда можно использовать все эти обрезанные веточки хвойных на самый нижний слой. И не думать, как их утилизировать. Но если у вас есть сучкорез, вы можете, конечно, их измельчить и тоже так подсыпать. То есть эти два белых сугроба, это теперь розочки. Но раньше здесь было кашпо с петуниями. Поэтому если вы не любите розы, то можете сюда каждый год выставлять какое-нибудь кашпо с разными цветами, с разными композициями. Но лучше, если это будет что-то яркое на фоне более такого однородного зеленого цвета, как у меня. Это спирея шарабана. Я ее во второй половине лета уже обрезала, когда обрезала отсветшие соцветия. Поэтому сейчас я все-таки решила ее не обрезать. Пускай так и останется. А вот эту я не обрезала. Она была настолько декоративна до поздней осени и такая красноватого цвета. Поэтому верхнюю часть я все-таки подрежу. И этот можжевельник я подрежу так, чтобы он не напирал на эти спиреи. Точно так же берем вот такими охапками. В прошлом году я его обрезала довольно низко. Вот где-то, наверное, здесь на 10 сантиметров. В этом году решила не обрезать. То есть у меня под настроение. Один год обрезаю, другой год не обрезаю. Сейчас там внизу видны обрезанные веточки. Но ничего страшного. Во-первых, они зарастут, а во-вторых, эти спиреи вырастут и загородят все. Вот что значит очень близкая, тесная посадка. Также мне не хочется, чтобы этот можжевельник напирал на мою елочку. Поэтому, как мне не жалко, но придется ее подрезать. А здесь у меня единственная лапчатка. Я не очень-то в восторге. Вот было видно, где обрезано было. Не очень-то от них в восторге. Но одна у меня есть. С желтыми цветочками. Что спиреи, что лапчатки, что пузыреплодник. Вообще не боятся обрезки. Но обрежьте вы неправильно. Все зарастет. А вообще, что такое правильно? Кому что нравится? Хотите, обрезайте прям под корень. А вот у меня сейчас эксперимент. Посмотрим. Я так обрезала. Посмотрим, что из этого получится. Думаю, будет пушистый кустик. Наверное, вот эта вот веточка немножко будет мешать. Поэтому я ее уже обрежу. Чтобы она сюда не налегала. Все остальное мне не мешает. Поэтому можем оставить. Совсем чуть-чуть приберу то, что тут вокруг упало. Осталось немножко почистить еще можжевельник сверху от листьев. Еще немножко надо убрать вот эти вот опавшие листья. Это даже частично это от парковой розы. Но сюда налетели еще и листья от ивы. Я только по внешнему кругу уберу. Потому что внутри пускай здесь у меня геотекстиля нет. Ну вот и все с этой клумбой. Было бы неплохо вырезать еще несколько побегов парковой розы. Я удалю самые маленькие. И может быть, если что-то будет слишком мешать. В прошлом году я их обрезала. И вот выросла. Вот некоторые старые еще хочу вырезать. Неплохо и верхушки немножко подровнять. Верхушки останутся здесь в виде мульчи. Эта парковая роза была посажена в 2009 году. Вот так вот она разрослась своими отводками. Я ничего с ней не делала. Вот, наверное, второй раз я обрезала. Вот в прошлом году обрезала. И однажды еще обрезала. И все. Ничем я ее не кормила, никогда не укрывала. Цветет такими небольшими бело-розовыми цветочками. Конечно, если подкармливать и вовремя обрезать все отсветшие цветки, она будет дольше цвести. Но в течение всего лета так потихонечку цветет. Сначала обильно, потом меньше. В общем, безуходная парковая роза. Не знаю я название. Вот так вот иногда оголяется мульча. И потому, что там внизу, вот именно прямо здесь, нарыл крот. И это место как бы выпирает. Так, один вариант. Сейчас покажу. Сначала пробуйте делать так. А затем просто присыпайте. И тогда уже в этом месте не будет оголяться мульча. Но так можно сделать только, когда земля мягкая. Когда она уже высохнет, будет твердая. И ничего вы там ногой уже не сделаете. Разве что кувалдой. Еще одно место оголенное. Пробуем здесь тоже технику. Немножко, кажется, стало более пологой. Теперь опять прикрываем. И здесь будет немножко лучше. Кстати, камни здесь не останутся. Здесь был когда-то маленький такой прудик. Фонтанчик. Но из-за того, что электричество сюда тянуть очень далеко, этот кабель у меня поначалу просто так валялся, я передумала. И хочу сюда посадить штамповую розу. Вот такие коряги очень даже украшают клумбу. Вот этот вот заборчик-полисадник, это просто куски, оставшиеся от того, когда я здесь это ограждение ставила. Вот просто их обоприте вот так вот на камень, немножко наискосок, и будет вам красиво. Если вот эти две клумбы были созданы в 2017 году, то вот эта большая была создана в 2015. уход за ней, потому что она больше, немножко дольше, но самая большая проблема, это вот эти вот деревья. Очень много листьев падает осенью. Можно собирать осенью, можно весной, но сбор листьев с мульчи, с хвойников. Это и есть самое трудоемкое. Поэтому совет вам, ленивые садоводы, не делайте клумбы рядом с высокими, с большими лиственными деревьями. Пусть это будет сосна, может быть, елка, но только не лиственные. Все засыпано листьями. И это все надо убирать. Внизу мульча. Часть мульчи уходит вместе с листвой, к сожалению. Продолжение следует... Продолжение следует...